США объявят о дополнительных мерах в ответ на, цитата, «грубое нарушение России международных обязательств». С таким заявлением выступил Белый дом. Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы отреагировать немедленно. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины. Понятно ли вам, какую реакцию сейчас в украинском эстеблишменте вызвали вчерашнее заявление Путина? Вы можете это описать? Это страх? Это возмущение? Что это? Во-первых, к сожалению для Украины мы пока не видим готовности западных стран вводить те самые жесткие убийственные санкции, разрушительные, которыми они Россию пугали. Потому что первый сигнал был от Соединенных Штатов. И если охарактеризовать смысл этих санкций, то приблизительно так я бы сказала. Мы не будем, мы не собираемся делать то, что мы уже в принципе не делаем начиная с 2014 года. К этому сводится смысл санкций американцев против России, а по факту только самопровозглашенных республик. Потому что они запрещают якобы инвестиции, продажу высоких технологий на эти территории и запрещают своим гражданам и другим структурам, организациям сотрудничать с кем-либо, кто связан с так называемыми ЛНР и ДНР. Но ничего из этого списка, в общем-то, и не происходило после 2014 года. И, конечно же, задача украинской дипломатии сейчас, это не позволить нашим западным партнерам отреагировать слабым, мягким образом. Потому как, если они опасаются какого-то более жесткого сценария со стороны России, да, то есть, например, перекрывают финансовые потоки, прекращают экономические связи, останавливают Северный поток-2, отключают Россию от свифта. И боятся, что в этот момент Россия, в общем-то, пойдет теми войсками, которые она уже сейчас в эти минуты заводит на территорию оккупированного Донбасса, пойдет дальше, собственно, до Киева, до Львова, вот куда там пророчили из всех столиц мира. Но проблема в том, что если жестких санкций не будет, то вероятность вот такого как раз плохого сценария возрастает в разы. И задача Запада, это все-таки попытаться повысить цену любых интервенций дальнейших для России. Скажите, пожалуйста, Мария, а в Киеве понимают, почему сейчас нет такой жесткой реакции Запада, как ее, в любом случае, анонсировали? Почему, что не так? На Западе считают деньги, почему мы не видим этого всего? Ну, я бы сказала, что люди, которые включены в процесс, либо политические круги, либо вот эксперты, к которым я принадлежу, мы, конечно, не ожидали, что убийственный пакет санкций будет введен так, как обещали даже в Белом доме, в случае любой агрессии. Я, например, лично давно била в напад на всех возможных площадках о том, что агрессия на Донбассе, к сожалению, для нас на Западе будет считаться просто эскалацией на востоке Украины. И не будет считаться основанием для введения жесточайшего пакета санкций. Поэтому это было, в общем-то, можно было предвидеть, но это не означает, что сейчас украинская сторона не должна задавать неудобные вопросы нашим западным партнерам. Вот предыдущие пару месяцев это западные столицы ставили украинскую власть в некомфортное положение, называя войну неизбежной, говоря о самых плохих сценариях для Украины, о вторжении полномасштабном. И это было несколько некомфортно, потому что это било по экономике, это било по внутренней стабильности в стране. Но сейчас время для украинской власти задавать публично и не публично жесткие вопросы про санкции, раз, про действия международных организаций, два. Например, про СММ, ОБСЕ, чтобы остановить отток, жесточайший отток мониторов из этой миссии с оккупированной территории. Потому как наши возможности и так ограничены верифицировать то, что происходит на оккупированной территории, а сейчас они сведены вообще к минимуму. И это значит, что большинство преступлений российских войск и оккупационных администраций останется за пределами нашего знания и понимания. И третий момент, это очень неудобный для Запада вопрос, но мы обязаны его сейчас поднимать. Это вопрос обсуждения гарантий по безопасности для Украины. Не с России нужно сейчас созывать саммит Евросоюзу и Соединенным Штатам для того, чтобы обсуждать новую архитектуру безопасности, куда бы можно было вписать Россию. И я уверяю вас, что саммит Байдена и Путина не обязательно будет отменен после того, как Россия вчера сделала такой откровенный агрессивный шаг и вторглась, ну, признала свое вторжение на территорию Украины. Потому что это еще не та полноценная агрессия для Запада, после которой нужно останавливать экономику, останавливать финансы и так далее для России. Мария, вы понимаете, а вот как вот обеспечить странам Запада вот эту вот безопасность для Украины, если никто, там, не Великобритания, не США, не готовы воевать с Россией, даже отправлять своих солдат на Украину? Не нужно с нами воевать. Что касается вооружения, которое должно дальше поставляться Украине, и я думаю, что на сегодняшний день не только оборонительное, но уже можно вести речь и о наступательном вооружении, об изменении самого титра того орудия, которое приходит в Украину. У Украины есть две проблемы. У нас практически отсутствует противоракетная в нужных масштабах, да, противоракетная и противовоздушная оборона. Условно говоря, это тот купол, о котором украинская армия давно просит наших западных союзников. С помощью современных технологий элементарно закрывается небо, и ни один самолет не долетит ни одного украинского города, я имею в виду вражеский самолет, если Россия начнет использовать ракетные обстрелы и начнет использовать авиацию. И это в силах Запада. Только нужно принять позицию, что это будет не провоцированием, а наоборот сдерживанием Путина. То есть этот момент раз. Второй момент по гарантиям безопасности. Абсолютно достаточно было бы сейчас начать переговоры, а если не о перспективе членства НАТО, к чему Запад не готов, то о двусторонних договоренностях, о двусторонних договорах, точнее о недоговоренностях, и как минимум согласиться на начало консультации по Будапештскому меморандуму. Украина вполне может и должна рассчитывать на статус, например, союзника США за пределами НАТО. И бояться реакции России, которая и так действует, как будто бы мы уже в НАТО и уже нападаем на Россию, собственно, не нужно. Мария, мы сегодня всем нашим экспертом показываем выступление Владимира Путина. Вчера он сделал очень много заявлений касательно Украины. Сейчас бы хотел еще раз обратиться к этому выступлению. Он вчера говорил, что Украина – это плацдарм НАТО для наступления на Россию. Давайте просмотрим вот эти фрагменты. Система управления украинскими войсками уже интегрирована с НАТО. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из НАТО. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий. Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины. Тем более, что модернизированные с помощью американцев сеть аэродромов – Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, Одесса и так далее – способны обеспечить переброску воинских частей в кратчайшие сроки. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина. Украинские аэродромы расположены недалеко от нашей границы. Размещенная здесь тактическая авиация НАТО, включая носители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгоград, Казань, Самара, Астрахань. Развертывание на территории Украины радиолокационных средств разведки позволит НАТО плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала. Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать. Мария, ну вот Путин перечисляет украинский аэропорт и говорит, что имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Как в Киеве видится, это угроза Украине войной или нет? Конечно, вся вчерашняя речь Путина, она от начала до конца для украинцев звучит именно как объявление войны всей Украине. Она совсем не о признании этих республик. Она о том, что Россия начинает свое движение в открытую регулярными войсками на оккупированном сейчас ею Донбассе. А после этого агрессия, собственно, может распространиться на всю Украину. И очень важно, чтобы наши западные союзники услышали это сейчас, потому что до нынешнего момента, когда украинские политики или аналитики говорили во весь голос, что проблема не в Донбассе, не в членстве в НАТО, не в членстве в Евросоюзе, а проблема в том, что Украина не воспринимается как отдельный самостоятельный актор международной политики в Кремле, и что их задача — это уничтожить, собственно, политическую самостоятельность Украины, на нас смотрели иногда с такой ухмылкой, улыбкой. Но я думаю, вчерашняя речь Путина должна была расставить все точки над «и». Украина — это failed state, это продолжение этого нарратива Путина, и поэтому украинская сторона сейчас как никогда должна откровенно требовать конкретных вещей в поддержку своей безопасности. Мария, скажите, пожалуйста, а как в Киеве видится, сейчас украинские войска, которые находятся на Донбассе, не находятся ли они в ловушке так, что они не могут отвечать на огонь противника, потому что на границе с Белоруссией, Воронежской и Белогородской областей стоят российские войска? Конечно, частично да. И сейчас украинская армия по факту на все эти провокации, которые были, все эти обстрелы практически не отвечала. И это очень, ну это, во-первых, не может длиться постоянно, потому что под обстрелом в последние дни были именно гражданские объекты. Вот вчера, например, целый город счастья, известный в Украине, где самая большая теплоэлектростанция в Луганской области находится, он остался без тепла, без света, без газа, потому что и газопровод в Луганской области был поврежден, и сама электростанция остановила из-за обстрела, полностью остановила свою работу. Поэтому украинская сторона пока не отвечает, понимая, что это будет использовано сейчас как повод для лобового столкновения, наступательной операции российскими регулярными войсками. Но мы должны быть абсолютно готовы, чтобы при любых маневрах, при любых наступательных маневрах, даже малейших отвечать огнем, иначе действительно наша оборона, конечно, если мы будем бояться, она может пострадать. Продолжение следует...